Здравствуйте! Я напомню, о каких сведениях идет речь. Федеральная налоговая служба на территории нашего субъекта по всей стране ведет два главных базовых реестра. Это единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Действительно, в последнее время в законодательстве произошли существенные изменения, направленные в том числе на обеспечение достоверности информации в этом реестре, в этих реестрах и на предоставление сведений из этих реестров. Первое главное, на что нужно обратить внимание, конечно, это на изменение порядка предоставления сведений из этих реестрах. В настоящее время, в соответствии с 67-м федеральным законом 2015 года, в случае, если запрашивается информация из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и единого государственного реестра юридических лиц, в электронном виде она предоставляется безвозмездно. Вот обращаю внимание наших телезрителей, что с 18 августа внесены синхронные изменения в постановление правительства о плате за предоставление информации из этих реестров. Если выписка из реестра запрашивается на бумажном носителе, то придется уже заплатить 200 рублей за предоставление сведений об одном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Поэтому, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы взаимодействовать с налоговиками в электронном виде, тем более, что информация из этих реестров, запрошенная в электронных носителях или в электронном виде, она предоставляется безвозмездно. На сайте Федеральной налоговой службы открыт специализированный сервис, соответственно, по которому можно запросить информацию из этого реестров и тоже получить ее безвозмездно в электронном виде. Второе, на что я обращаю внимание, это, конечно, на комплекс нормативных изменений, касающийся полномочий налоговых регистрирующих органов по проверке информации в едином государственном реестре юридических лиц. В частности, давайте поговорим о наиболее проверяемой среде, это информация об адресах организации. Мы проводим уже, не дожидаясь вступления в силу этого федерального закона, вступая в силу с основными изменениями с 1 ноября 2016 года, не дожидаясь этой даты, мы сейчас развернули в взаимодействии с муниципальными правоохранительными органами комплекс мероприятий, направленных на выявление и достоверные информации в реестре. О какой информации идет речь? Например, об адресе местонахождения организации, единоличный исполнительный орган. Организация зарегистрирована, ведет свой бизнес, указала в ЮГУРЛ соответствующий адрес, но на поверку выходит, что по этому адресу организации не находится. Есть определенные риски у контрагентов, у физических лиц, которые вступают в гражданские правовые отношения с этой организацией. Такие организации очень активно выявляются налоговыми органами. При проведении налоговых проверок также организация начинает мигрировать из одного субъекта федерации в другой или внутри территории нашего региона. И, конечно, эти организации находятся в пределах нашего пристального внимания. Какие конкретные механизмы предусмотрены этим федеральным законом по проверке достоверности информации об адресах? Это и опросы, в том числе и правообладатели объектов недвижимого имущества, обращение к экспертам, привлечение специалистов. Ну и важно одно, что если налоговики полагают, что организация, исходя из информации, которую мы получили, в том числе от внешних источников, включая физических лиц, не находится в адресе, и мы направляем соответствующее уведомление генеральному директору этой организации о необходимости актуализации информации по адресу. Более 883 уведомления было направлено только за первые полугодия этого года налоговиками. Порядка за последний месяц 170 организаций актуализировали адресы. Но вы зададите вопрос, а что делать по тем организациям, которые, несмотря на полученные уведомления, тем не менее, все равно не пользуются напоминаниями со стороны налоговиков, и по-прежнему информация недостоверна в реестре. Эти организации уже привлекаются к административной ответственности по статье 14.25 Кодекса России об административных правонарушениях. За предоставление заведомо недостоверной информации у нас предусмотрена ответственность, в том числе в виде дисквалификации. Четыре дисквалификации у нас имеются уже. Это руководители, которые в течение ближайшего времени, двух лет, не смогут уже осуществлять бизнес, ввести коммерческую деятельность, быть директорами, только по той простой причине, что они предоставляли недостоверную информацию для внесения в реестр. И даже у нас есть прецеденты по возбуждению уголовных дел в этой части. Ну а с 1 января 2016 года вступает в силу изменения в законодательстве. Они будут касаться и органа, который будет принимать решение о миграции, точнее, о внесении изменений в ЮГРЛ в части, касающейся адреса организации. Ну это я приведу такой достаточно характерный случай. Буквально два месяца назад налоговым органам Рязанской области удалось предотвратить массовую миграцию, массовые изменения сведений об адресах организации организации из более чем половины субъектов Российской Федерации. Это было порядка 153 организаций. Они пытались мигрировать, изменить адрес местонахождения и прийти к нам на территорию города Рязани в многоквартирный жилой дом по улице Пирогова. Это кладовка была, права, на которые зарегистрированы были у физического лица, менее 4 квадратных метров. Представьте, что организации из более чем половины субъектов Федерации в течение одного месяца массово мигрировали, то есть изменяли информацию в ЮГРЛ, по заявительному принципу вносит соответствующие изменения и указывая такой адрес. Мы проверили достоверность этой информации, установили все вышеперечисленные факты и предотвратили в случае массовой миграции указание достоверной информации в реестрах по этим юридическим лицам. Поэтому, обращая внимание, в том числе наших телезрителей, если есть подтвержденные факты, например, мы заключили договор с организацией, обратились перед ними в какую-то претензию поставщику, заказчику, продавцу товаров, а оказывается, что в адресе, который указан в ЮГРЛ, организация не содержится, не находится, соответственно, сигнализируйте об этом в свое время налоговую службу, в наше управление, в налоговую инспекцию. Мы будем обязательно заниматься работой по обеспечению достоверности адреса, вплоть до подачи исков о принудительной ликвидации таких организаций, которые грубо нарушают законодательство государственной регистрации и указывают недостоверную информацию. Некоторые изменения также вынесены в части использования юридическими лицами и типовых уставов. Вот об этом еще расскажите, пожалуйста. Да, совершенно правильно. Правительством Российской Федерации реализуется вместе с Федеральной налоговой службой дорожная карта, направленная на оптимизацию предоставления государственных услуг, в том числе и вот такой услуги, как государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И со следующего года коммерческие организации смогут действовать на основании типового устава. Но в чем смысл вообще вот этой процедуры? Она регламентирована тоже новым федеральным законом. Это 209-й федеральный закон 2015 года. Значит, законом во исполнении Гражданского кодекса предусмотрено, что для государственной регистрации создания нового юридического лица не потребуется представлять устав, если, предположим, общество с ограниченной ответственностью приняло для себя решение действовать в соответствии с типовым уставом. То есть это достаточно экономно, удешевляет процедуру подготовки пакета документов для открытия бизнеса. Будет размещен типовой устав на сайте Федеральной налоговой службы, будет утвержден предварительно нормативно-правым актом. И организации, физические лица, которые задумали осуществлять предпринимательское уделение, зарегистрировать новую коммерческую структуру, создать новую ферму, могут не готовить учредительные документы, не готовить устав, а сослаться как раз в своем заявлении о государственной регистрации нового юридического лица на типовой устав, который публично размещен на сайте Федеральной налоговой службы. Ну а в заявлении о государственной регистрации можно будет указать только данные, характеризующие персональные, так называемые данные, характеризующие эту организацию. Речь идет о наименовании, о месте нахождения, информации, соответственно, об участниках и единоличном исполнительном органе. Ну и, конечно, информацию об адресе. То есть, видите, серьезным образом, существенно сокращаются затраты, соответственно, бизнеса на создание новых юридических лиц. Ну и второе изменение, которое тоже было внесено в законодательство, это сокращение сроков государственной регистрации. Теперь можно будет создать новое предприятие с 2016 года и зарегистрировать его, а равно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя уже в сокращенные сроки, не в пятидневный срок, как сегодня, а в три дня. Поэтому и Федеральная налоговая служба, ну и главное, конечно, это и законодатели обязывают нас постоянно совершенствовать свою работу. Вы знаете, что на территории Рязанской области действует единый центр регистрации. Я напомню, улица Свободы, дом 80, город Рязань. Там мы создаем соответствующие условия для того, чтобы максимально комфортно представителям бизнеса, общества, можно было прийти, сдать документы по принципу одного окна действует ЕЦР. Ну а с 2016 года еще и сокращены сроки для государственной регистрации. Ну и я напомню, что услугу по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставлению сведений из реестров, единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей тоже можно получить через МФЦ. МФЦ действующий на территории нашего региона. Ну и в продолжении темы, наверное, нельзя проигнорировать такое новшество, как нулевая ставка. Совершенно правильно, да. Действительно, мы совместно с правительством области готовили такой закон при активном участии профильных комитетов Рязанской областной думы. Вы знаете, существует сегодня план по поддержке субъектов, в том числе и предпринимательской деятельности в рамках антикризисных мер. И действительно, правительство области вышло с такой инициативой проработать вопрос о том, по каким же видам деятельности можно установить нулевую налоговую ставку. Такое решение состоялось, недавно опубликован закон Рязанской области. Основные положения – применять нулевую налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения или по патентной системе налогообложения, может физическое лицо, которое зарегистрировано впервые в качестве индивидуального предпринимателя, впервые, на первые два года своей деятельности. При условии, что среднесписочная численность работников, которую он привлекает для осуществления своей коммерческой деятельности, не превышает 15 человек. Ну и, наверное, самое главное – какие-то виды деятельности, по которым можно применять, соответственно, нулевую налоговую ставку. По упрощенной системе налогообложения, ну такие самые востребованные, да, это животноводство, это текстильное производство, производство одежды, металлургическое производство, ну и так далее. С ними можно ознакомиться и на нашем сайте, и на сайте Рязанской областной думы. Это более 21, соответственно, вида деятельности. По патентной системе налогообложения нулевая ставка предусмотрена, то есть освобождение от уплаты налога, занимаемся из патентной системы налогообложения, услуги по присмотру за детьми, услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции, это очень важно именно на территории нашего региона, а на прочие услуги производственного характера, в том числе и по переработке сельскохозяйственных продуктов. Мы надеемся на то, что в первые два года индивидуальный предприниматель, воспользовавшись вот этими так называемыми налоговыми каникулами, наладит, соответственно, свой бизнес. Здесь предусмотрено именно полноценное освобождение от уплаты налога на доходы, получаемые индивидуальным предпринимателем в этой части, а именно налог от патентной системы, упрощенной системы налогообложения. Ну а в дальнейшем уже индивидуальный предприниматель, встав на ноги, станет уже полноценным налогоплательщиком. Спасибо большое за интересную беседу, Алексей Васильевич. Алексей Лощенов сегодня был у нас в гостях. Это была программа «Подробности». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Всего доброго.